антон павлович чехов выдающийся драматург владимир набоков пишет о нем главная мысль которую внушает читателю чеховские герои от самых милых до самых противных состоит видимо вот в чем пока в россии отсутствует настоящая нравственная духовная и физическая культура усилия благороднейших интеллигентов которые строят мосты и школы рядом с вечной распивочной будут тщетными чехов пришел к выводу что чистое искусство чистая наука чистое знание даже дойдя до народа принесут в конце концов больше пользы чем неуклюжая и бестолковая благотворительность между прочим сам чехов был типичным чеховским интеллигентом герои антона палча погружены в туман романтических грез о лучшей жизни но не готовы победитель с той среды в которой живут в обществе того времени бурное выражение эмоции не приветствуется истинные чувства и сильное душевное переживание спрятаны за простыми фразами чехов описывает россию девятнадцатого столетия где преобладают патриархальные представления вполне нормальными считаются браки без любви по договоренности родителей или другим бытовым причинам многие от этого страдают но вырваться из оков семьи удается лишь самым смелым и решительным писатель поднимает тему отношений в рассказе дама с собачкой главные герои дмитрий гуров и анна сергеевна несчастны в семейной жизни читатель видит развитие и последствия курортного романа между ними знакомства на отдыхе лишь часть их обыденной жизни говорили что на набережной появилась новое лицо дама с собачкой дмитрий дмитриевич гуров проживший в ялте уже две недели и привыкший тут тоже стал интересоваться новыми лицами сидя в павильоне у берне он видел как по набережной прошла молодая дама невысокого роста блондинка в берете за ней убежал белый шпиц в череде измен гуров считает анну сергеевну проходящим эпизодом однако чехов готовит для своего героя момент прозрения в сцене в театре перед ним открывается правда гуров осознает что анна сергеевна стала его горем радостью единственным счастьем но несмотря на это их отношения превращаются в дурную бесконечность с тайными свиданиями писатель считает что момент прозрения в любви и он не осуждает героев за нарушение их супружеских клятв он показывает преображение искренними чувствами в начале произведения дмитрий гуров описан как человек недалекий холодный и неуважающий людей но после встречи с анной сергеевны его размеренная жизнь обретает новый смысл однако нерешительность и страх перед новыми отношениями подталкивают героев к двойной игре они не способны объясниться с супругами и боятся реакции общества поэтому довольствуются короткими встречами и казалось что еще немного и решение будет найдено и тогда начнется новая прекрасная жизнь и обоим было ясно что до конца еще далеко далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается особый колорит в произведениях чехова создают художественные детали владимир набоков считает в любом описании деталь подобрана так чтобы залить светом все действие в рассказе дама с собачкой символом угнетающего мира из которого старается убежать анна сергеевна становится лорнетка перед встречей с гуровом ялте она даже случайно теряет этот аксессуар но после возвращения к привычной жизни мы видим ее в театре с вульгарной лорнеткой чехов создает для героев особый художественный мир который меняется в зависимости от обстоятельств и эмоций первая часть полна романтичных пейзажей и ярких цветов а во второй появляется все больше серых оттенков общую картину унылой атмосферы обывательской жизни дополняют звуки также писатель подчеркивает приземленные интересы гурова и напротив духовные стремления анны сергеевны развитие сюжета в композиции рассказа дама с собачкой имеет второстепенное значение на первый план здесь выходят душевные поиски персонажей влюбленность указывает человеку каким он должен быть пишет чехов мировоззрение главного героя гурова стремительно меняется на фоне сильных чувств к они сергеевне в результате он приходит к внутреннему перерождению однако для счастья этого недостаточно пути назад в прежний притворный мир уже тоже нет но чехов оставляет надежду на продолжение истории в финале рассказа будущее героев так и остается неясным читатель продолжает размышлять как могла бы сложиться эта история и что же важнее разум или чувство